Уже есть 140 страниц я написал про Россию, как я могу сказать. Сегодня то, что произошло, сегодня то же я буду писать. И вы когда-нибудь найдете себя в этом книге. Я отправил в Петербург свою книгу, чтобы они корректировали университетство. Они отказали его печатать. Сказали, да, сказали, Манеж, если ошибку мы исправим, корректировать будем, суд теряется. Поэтому лучше не надо. Но вы можете его продавать через интернет или рук в рук. Но я знаю, я вам отвечаю, что всем россиянам это очень понравится. Если вы найдете книгу с большими ошибками, это будет моя. Это зашел первый. Но ничего. Вы знаете, там очень много чего писали. Один раз такой был, я в театр, большой-большой зал. Я очень люблю, когда много друзей в зале. Я вышел, пою песню, смотрел далеко-далеко один мужчина, вот так делал, вот так. Я думал, ему плохо. Нет, он спал. Пою дальше, он уснул. Я начинал петь громче, чтобы его будить. Потом у меня так истинно. Ну, все думали, может быть, я плохо встречу, поэтому я кричу что-ли. А песня закончится, он уснул конкретно. Рядом сидела одна женщина, она поняла, она его толкала. Он так толкал, и у меня стало страшно. Пускай и спит. Вы знаете, он весь концерт, начало до конца спал. Слава Богу, не крапит. А тот концерт закончится, сам и пеником не бежит. Я говорю, сынок, можно с тобой фотографироваться. Я говорю, что вы спали без концерта. И его ответ я никогда не забуду. Он говорит, сынок, благодаря тебе я выспался. Тогда я еще пару раз на русский язык. Я тогда его не понял. Действительно, я немножко обиделся. И сразу вспомнил, он сказал, благодаря, это же хорошие слова. Я сразу понял, что он давно не спал. Для него что-то это означает. Вы знаете, так обрадовался. Я могла обнимать, подарить ему аудио. Дедушка сказала, дедушка, слушайте мои песни и спите дальше. Такие там очень много чего есть. Вот недавно мы приехали тоже до Сочи. Это, я не помню, это санатория, большая санатория. Я когда ходил по санатории, я еще снимаю фотографии, и потом домой отправлю. Чтобы они видели, где я нахожусь. Большая санатория. Я там ходил, когда и заблюдился. Я очень сильно ходил, когда ходил. Я не знаю, что делать. Я думал, что человек кого-нибудь спрашивал, где тут туалет. Алина отдыхающая елка, я спрашиваю, здравствуйте, скажите, где тут ближе туалет? Он говорил, извините, я не знаю, потому что сегодня тут 5-й день. Тем дальше будет нам все. Ну вот такие. Еще я очень люблю, когда в первый ряд у меня сидели такие, как вы. Такие радостные, позитивные человек. Когда вас извижу, мне так приятно хочется петь, хочется танцевать, даже хочется добираться. Когда человек позитивный, вы заметили, да? Там аура хорошая. А когда человек негативный, там ничего хорошего. Там не подходите, там ничего хорошего не ведете. Но ничего не всегда так получается, как хочется. Один раз был в филармонии, алицет прямо сидела эта женщина, как вы сегодня. Вот так прямо сидели, она такая злая, она так смотрит. Честно, мне было так страшно, я ответил, что 5-й день я не смог, я хотел убегать. Но слава богу, она улыбнулась. Я не смог не спросить. Я спрашиваю, почему вы были злые? Она говорит, я не была злая. Я была задумчивая. Я спрашиваю, а о чем вы думали? Она говорит, я думал, о чем вы поете. Я спрашиваю, а о чем вы улыбнулись? Она говорит, я вдруг вспомнила, что все индийские песни про любовь. Там много чего есть. Конечно, времени не так много, но не мог бы это сказать. Но ничего. Спасибо большое за внимание. Действительно, вы знаете, там с Индией, с Талионс. Но я сказал, что тут пришло. Согреты. 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 Да? От вашей любви я уже потерю. Спасибо большое. Так, Лена. И когда я спрашиваю, кто любит танцевать, очень многие руки подняли. Ну, пришли очень мало. Почему? Все снялись, да? Сейчас я расскажу, и никогда не забывайте это моим дедушкам словом. Он мне всегда говорил, что мне всегда надо радоваться для себя, не для своего соседа. Потом вы хотите радоваться, да? Вы смотрите, ой, соседка смотрит, что она скажет. Ой, если кто-то узнает, что я радовался, тот что подумает? Пока вы об этом думаете, это уже 90 лет после. Действительно, жизнь очень хорошая. Вот. И все. Надо ценить каждую секунду. Каждую секунду. Каждую секунду это надо длинуть праздник. Мы никогда не праздноваем по календарику. Бывает, он по календарику очень опасный, а по календарику. Бывает? Вы знаете, праздновать надо когда? Когда мы здоровы, когда приятно, когда все хорошо. Это называется праздник. Это знаете когда? Каждый день. Каждый день, да. Но сегодня это особенно. Каждый день, когда мы не забудем этот вечер, каждый год будем вспоминять этот вечер, и будем делать так праздник. Потому что мы сами должны настроить себе праздник. Еще громче, мама не слышала. Джимми, Джимми. Ача, Ача. А вы знаете, что такое Ача, Ача? Лучше не знает. Ача, 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 значит, иди ко мне. Это не акцент, но не уйдет. Эта песня меня ваше. Радуйтесь и дарите мне радость. Давайте раздражим, будем танцевать. Ача, 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 Ача. Ача, Ача, Ача. Ача, 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 Ача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok